Революция Ключевое изменение, связанное с революцией 1917 года, заключается не только в принятии разнообразных декретов и законодательных инициатив, которые регламентируют новый гендерный порядок. Не только в организации агитационной работы и работы образовательной, связанной с темой сексуальности и семьи, но во многом с прорывом от либерального феминизма XIX века, упирающегося в вопросы исключительно самореализации, творческой реализации, буйства сексуальности, сексуальных свобод, а с переходом от такого феминизма к феминизму более радикальному, к феминизму социалистическому, к феминизму, который не мыслит женское движение, и изменение гендерного порядка в отрыве от изменения социально-политического порядка в целом. Я считаю, что Октябрьская революция в контексте женского движения подарила важные формы организации женщин, начиная с женотдела, затем комитет советских женщин и другие, которым многие из нас испытывают скепсис, потому что кажется, что это организация сверху. На самом деле, если вблюдется в их историю, у женских организаций всегда была своя повестка, нередко в конфронтации с главной партийной повесткой. Более того, в контексте международного женского движения, международных деклараций, например, конвенции по иллюминации всех форм насилия против женщин, именно профсоветские женские организации внесли наибольший вклад в создание и ратификацию этих документов. В юбилей революции 1917 года возникает вопрос, что же именно эта революция принесла женщине, в первую очередь угнетенной женщине Российской империи. Есть очень много работ, в которых можно, да даже в Википедии можно ясно прочитать, что она принесла облегченный рабочий день, она принесла ясли, право на аборт, право на развод, право на то, чтобы считаться равнозначным членом общества. Но я хотела сказать о другом. Я хотела сказать о том, что вообще без женщин революции 1917 года была бы невозможна. В феврале 1917 года женщины выходили на улицы с лозунгом «Если женщина раба, не будет и свободы, да здравствует равноправная женщина». Именно эти женщины, матери, глядящие на своих полуголодных и больных детей, жены военных, которые умирали в это время на полях Первой мировой войны, и оголодавшие работницы были локомотивом революции. 22 февраля 1917 года, как пишет большевик Каюров, большевистское руководство настаивало на том, чтобы работницы текстильных фабрик отказались от публичных преступлений, и тогда они не послушали большевистское руководство, и все-таки вышли. Женщины-агитаторы Невской предельной фабрики вышли на улицы, и они шли по Петроградской стороне и кричали «Все на улицу, кончай работать!». Раскрывали двери цехов и звали мужчин-работников присоединиться к ним в этой огромной демонстрации. Забрасывали снежками машиностроительный завод «Нобеля», договорились с работавшими на заводе «Эриксона» большевиками и эсерами о том, что нужно начать всесоюзную всероссийскую забастовку. И в этом смысле революция 1917 года сломала привычную схему, по которой мыслили люди раньше, потому что неравноправное положение женщин считалось естественным, обусловленным исключительно их физическими особенностями, и это разделение воспринималось как нечто нормальное. И после 1917 года, буквально в несколько месяцев, выяснилось, что на самом деле ничего естественного нет. И сейчас мы помним о том, что естественного нет. Сталкиваясь с проблемами, например, транссексуальных людей, квир-людей, ЛГБТ-людей, мы понимаем, что те границы, якобы естественности, которые мы выстраиваем для того, чтобы отделиться от них, это границы иллюзорные, почти такие же иллюзорные, какими были границы, согласно которым женщины в 19 веке не имели права ни на образование, ни на владение имуществом, ни на то, чтобы свободно распоряжаться своим телом. Революция 1917 года не завершилась мировой революцией, и ее последствия были достаточно тяжелыми для всех нас, ее долгосрочные последствия были тяжелыми. Но, тем не менее, в юбилей мы вспоминаем этот день как воспоминание о возможности того, что то, что некоторые правые или консервативные силы пытаются продемонстрировать как естественное, на самом деле таковым не является. И мы сами устанавливаем границы нашего гендера, границы наших прав, границы наших действий в этом мире. И только от нашего действия зависит, каково будет наше будущее. Революция 1917 года и повестка, которая складывалась вокруг нее, конечно же, феминистская повестка, ставила одну из задач своих – это изменение и трансформация института семьи. Многое было достигнуто, но, к счастью, мы получили детские сады, и с женщиной была снята часть работы. Но, хотя сто лет прошло, основная… Мы видим, что семья, она осталась почти такой же самой. Женщина продолжает воспитывать ребенка в основном сама, сидит в декрете, скорее всего, зарабатывает, тоже обеспечивает, до 18 лет растит ребенка тоже, тратя и свои ментальные, моральные усилия, и экономические. И в этом вопросе как бы основные работы там, революционные работы Калантай, Бабеля, женщины социализма, общество и материнство, их задачи они достигнуты не были, так как сейчас мы видим с общества, где, ну, как я уже говорила, женщины так или иначе остаются основными основными источниками воспроизводства населения на всей планете. И мне кажется, что как бы главным, одним из важных вопросов о современной революционной какой-то там, я знаю, теории, практике или вообще современной феминистской мысли, в первую очередь должна быть продолжение той критики, которая там была сто лет назад. Конечно, там есть исследовательницы, которым этим занимаются, но хотелось бы, чтобы это внедрялось и в политическую практику, и в социальную практику, и в частности, там, там, левая организация ставили одной из задач, это все-таки достижение равенства в воспроизводстве населения. Итак, сегодня сто лет октябрьской революции. Мало кто помнит, что в этом же году мы отмечаем и сто летие женского избирательного права, с которого, собственно, и началась революция. Революция началась с крупной женской забастовки, где главным лозунгом был «Без женщин избирательное право не всеобщее». Формально женщины получили избирательное право, и первые годы после Октябрьской революции были представлены женщины высшей руководства страны. Это Халантай, ну и в какой-то степени Крупская. Но после Сталина женщины из принимающих решения исчезли. Сейчас, накануне президентских выборов, мы наблюдаем очень негативное отношение со стороны мужчин, избирателей, да и женщин к выдвижению женщин-кандидатов. Называют это «цирк с конями», что-то привязывают к проституции, хотя женщины, которые заявили о своем выдвижении, это женщины очень разные и представляют разные взгляды, спектры. Есть среди них и доктор экономических наук Оксана Дмитриева, есть кандидат экономических наук, это я. И вот сейчас мы опять не можем прийти к избирательному праву для женщин. То есть женщины рассматривают как сестер, дочерей, жен, но никак не субъектов избирательного права. Поэтому я думаю, что пора бы уже через сто лет обеспечить женщинам всеобщее избирательное право и право в том числе быть избранным. Редактор субтитров А.Семкин